Время покаяния 28 ноября у православных верующих начался рождественский пост. От сердца к сердцу в Сарове прошел 9-й Всероссийский фестиваль хоровой и духовной музыки. Мягкие снежные синоптики рассказали, каким будет декабрь. Далее расскажем обо всем подробно. Годовой рост цен на продовольствие в Нижегородской области продолжает замедляться. В октябре он составил в среднем 12%. Кроме того, в регионе уже полгода уменьшается показатель годовой инфляции. Годовой прирост цен на продукты в регионе в октябре замедлился и в среднем составил 12%, сообщает Центробанк. Показатель годовой инфляции в области уменьшается уже полгода. В частности, ускорилось снижение цен на плодоовощную продукцию. В этом году урожай овощей также оказался выше прошлогоднего. Помогли увеличение посевных площадей и более благоприятная погода. В результате в годовом выражении ускорилось снижение цен на свеклу, лук, морковь и картофель. В целом, годовая инфляция у нас в регионе снижается уже полгода. В частности, в октябре на 0,85% пункта до 12,35%. Также в октябре в регионе замедлился годовой рост цен на продукцию животноводства. На такую динамику повлияло увеличение выпуска молока, свинины и мяса птицы в России в целом, а также снижение издержек производителей на закупку кормов. Рацион сельскохозяйственных животных включает зерновые культуры, цены на которые на внутреннем рынке снизились благодаря рекордному урожаю. Также животноводческие предприятия активно пользуются мерами поддержки, в частности, льготными кредитами на закупку компонентов кормовой базы. Более подробную информацию о динамике цен на товары и услуги в регионе можно найти в информационно-аналитических материалах по инфляции, которые ежемесячно публикуют на региональной странице на сайте Банка России. С 1 января начнет работу Социальный фонд России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Объединение упростит получение мер социальной поддержки. Все федеральные выплаты можно будет получать в режиме одного окна. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Даже дожди. Осадков ожидают выше нормы. Хоккейный клуб Саров потерпел поражение в выездном матче. В выходные наши игроки встретились с Кстовом. Итоговый счет матча 9-6 в пользу хозяев льда. По результатам встречи Саров занял шестую строчку в турнирной таблице чемпионата высшей лиги Нижегородской области. Уже в эту субботу наш клуб приглашает болельщиков на домашний матч с командой из Павлова. Начало встречи в 13 часов. Прямую трансляцию можно посмотреть в группе канала 16 ВКонтакте и на канале Саров24. Для зрителей старше 12 лет. От сердца к сердцу в Сарове прошел 9-й Всероссийский хоровой фестиваль духовной музыки. На сцену Саровского драматического театра вышли коллективы из Москвы, Нижнего Новгорода, Удомли и нашего города. Они исполнили духовные песнопения, произведения русской и зарубежной классики и песни народов мира. У Всероссийского хорового фестиваля духовной музыки от сердца к сердцу давняя история. В следующем году ему исполнится 25 лет. Масштабный проект проходит в нашем городе раз в три года, объединяя сотни музыкантов и тысячи зрителей. А со сцены звучат духовные песнопения, русская и зарубежная классика, песни народов мира. В этот раз фестиваль собрал более 600 участников 17 хоровых коллективов из Москвы, Лобны, Долгопрудного, Нижнего Новгорода и Сарова. Приятно осознавать, что наш город и Саровский драматический театр уже в девятый раз становятся площадкой для проведения фестиваля. А в следующем году данный фестиваль отметит свое 25-летие. Это возможно благодаря тому, что на протяжении уже нескольких десятилетий не иссякает энергия фестиваля, а для нас это возможность живого общения. На три дня Саров стал хоровой столицей России, открыл в фестивале выступления саровчан. Хоры детской школы искусств исполнили композицию «Аллилуйя Сарову». Затем на сцену вышел народный коллектив России, академический хор ННГУ имени Лобачевского, один из старейших хоровых коллективов Нижнего Новгорода. Он ведет свою историю с 1949 года. Хор неоднократно становился лауреатом международных фестивалей и конкурсов, чемпионом мира среди хоров, исполняющих популярную музыку, обладателем золотых медалей, кубков и гран-при на конкурсах России по всему миру. Коллектив в восьмой раз стал участником фестиваля в Сырове. Апофеозом церемонии открытия стало выступление академического мужского хора МИФИ. Народный коллектив России, лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат всесоюзных, всероссийских и международных конкурсов. Он один из самых известных и в своем роде уникальных любительских хоров России. С первой репетиции по сей день в нем поют исключительно студенты, выпускники и сотрудники Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. От сердца к сердцу – это настоящий музыкальный праздник для Сарового. Возможность познакомиться, больше узнать о творчестве друг друга и просто отдохнуть от повседневности учебных и рабочих будней, окунувшись в мир музыки, вдохновение, душевной гармонии. Фестиваль потрясающий, очень красивый, прекрасные исполнители, замечательные коллективы. Очень рад то, что мне доводится в нем поучаствовать. Фестиваль хоровой и духовной музыки на Саровской земле длился три дня и завершился гал-концертом. Его запись можно посмотреть в группе «Арт Саров ВКонтакте». Для зрителей старше шести лет. 28 ноября у православных верующих начался Рождественский пост. Это последний многодневный пост в году. Его цель – духовное очищение человека и подготовка к празднику Рождества Христова. Традиция поститься перед Рождеством идет с древних времен, когда люди воздерживались перед Богоявлением. Этот праздник позже разделился на два отдельных события – Рождество Христова и Крещение Господне. Сейчас Рождественский пост готовит верующих к одному из двунадесятых церковных праздников – Рождеству Иисуса Христа. Рождественский пост еще называют Филипповым, потому что он начинается после Дня памяти апостола Филиппа. К любому событию, к любому такому моменту, который ежегодно повторяется для нашей памяти, для нашего восприятия, такие как праздники Рождества Христова, Успения, оно требует подготовки. И вот такая нетривиальная подготовка, хотя и, можно сказать, не такая строгая, как Великий пост, является пост Рождественский. Цель любого поста для верующих – очищение души и изменение себя. Это особенное время, когда христиане призваны к интенсивной духовной жизни. В Рождественский пост священники рекомендуют чаще посещать храм, уделять время молитве и дела милосердия. Также Церковь призывает в эти дни ограничить себя в пищевых излишествах и различного рода развлечениях. Важно не только то, что мы меняем рацион, мы с вами отказываемся от пищи животного происхождения, но и по количеству тоже. Плюс к тому, что мы воздержимся от животной пищи, мы еще количественно тоже должны себя ограничить. Праздник Нового года совпадает с Рождественским постом. Если верующие все-таки хотят собраться за новогодним столом, то священнослужители разрешают в это время полакомиться рыбными блюдами. Со 2 по 6 января Рождественский пост становится более строгим. Когда ты чувствуешь, что ты не такой хороший, как тебе казалось до поста, это как раз то, что, по крайней мере, первый шаг – это обнаружение себя в каком-то виде, качестве плохим человеком, каким-то недостоинством обладающим. Это уже стадия первая, когда действительно пост вступил свою силу. Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он начинается с 28 ноября и продолжается до 7 января. Праздника Рождества Христова. Девять ДТП с материальным ущербом произошло в Сарове на минувшей неделе. В четырех авариях пострадали люди. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. 30 тысяч рублей из квартиры Саровчанина украла несовершеннолетняя девочка. Подросток познакомилась с дочерью заявителей на улице и договорилась прийти к ней в гости. Там она и совершила преступление. Ранее в отношении юной воришки уже возбуждали уголовное дело по аналогичному случаю. Мужчина 14 ноября 2022 года обратился к нам с заявлением о том, что его дочь возвращалась домой. По пути к ней подошла девочка. На вид от 12 до 15 лет начала разговаривать с ребенком, договорилась пойти к ней в гости. И в результате чего из дома пропали денежные средства в размере 5 тысяч рублей. Мошенники продолжают обзванивать саровчан. Злоумышленники склонили женщину оформить кредит и перевести деньги на указанные счета в сумме более 1 миллиона рублей. В другом случае преступники представились сотрудниками ФСБ и указали перевести деньги на безопасный банковский счет. Также мошенники рассказывали по телефону одной из заявительниц о якобы положенной ей компенсации. Неизвестное лицо позвонило женщине и сообщило, что ей положена компенсация в размере 11 миллионов 609 тысяч рублей в заранее приобретенные ею лекарственные средства, для получения которой ей необходимо перевести денежные средства посредством экспресс-переводов «Форсаж посттрансфер». Находясь в отделении почты, женщина осуществила переводы денежных средств на общую сумму 1 миллиона 453 тысяч рублей. На улице Димитрово у дома 20А водитель автомашины ВАЗ «Приора» при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу «Ладе Самара», которая двигалась по дороге прямо с опережением впереди ехавшего автомобиля ВАЗ. Машины столкнулись. В результате ДТП водитель «Лады» получил ушибы и после осмотра в приемном отделении его отпустили домой. Пассажир автомобиля ВАЗ-21070 «Приора» 79-го года рождения, который располагался на переднем пассажирском сидении, получил телесные повреждения в виде стрясения головного мозга, ушиба мягких тканей, ссадин и поверхностных ран. После осмотра врачом приемном отделении в ГУЗ КВ-50 гипседрация отказалась. На улице Силкина у дома 43 водитель «Фольксваген Поло» столкнулся с «Ниссан Икстрейл». В результате водитель «Фольксвагена» получил телесные повреждения в виде ушиба лобной части головы. Другому участнику ДТП врачи выставили диагноз «психогенная реакция на стресс». Еще два происшествия сотрудники ГИБДД зафиксировали на улицах Курчатова и академика Харитона. Там пострадали пешеходы, оба госпитализированы. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 29 ноября по 3 декабря там проходит медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий, тягучий липовый или кремовый дониковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А дониковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них – каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа – до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречиха выделяет 500-600 килограмм. Доник – 300-500. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют. То вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектарой. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает выбирать мед по вкусу. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для саровчан доступна акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Три килограмма цветочного липового меда за 1200 рублей. Три килограмма гречишного обойдутся в полторы тысячи, а три килограмма липового стоят всего 1800 рублей. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 29 ноября по 3 декабря с 10 до 18.00. Нет возможности прийти – доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА